Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из Канады, всем моим зрителям и подписчикам! Сегодня мы отправляемся снова в H&M. Мы давно там не были. Я пошла посмотреть, что там есть нового, надеясь, надеясь, что вот я приду, и вот, наконец-то, там будет что-то такое, что я с удовольствием поснимаю и с удовольствием вам покажу. Но, как бы, как посмотреть? С одной стороны, появилось очень много вещей к зиме, к осени, вернее, еще пока что, в общем, нет таких очень сильно зимних вещей, в основном вещи такие осенние, вот пальто эти демисезонные. Но у меня такое впечатление, что в H&M поменялся дизайнер, или они стали очень сильно экономить. Что-то происходит. Ну, H&M всегда считался таким авангардным магазином молодежной моды, который идет впереди всех, так сказать, трендов. Вернее, не идет впереди, а, ну, так скажем, вместе со всеми остальными масс-маркетами типа Zara успешно слизывает, передирает, грубо говоря, все тренды от известных дизайнерских компаний и, так сказать, выпускает их сразу вслед за дизайнерами и, в общем-то, продает по доступным ценам. Вещи, похожие на дизайнерские вещи, это давно, уже давным-давно не так. Ну, на мой взгляд. Ну, может быть, не давным-давно, но какое-то время, несколько сезонов. Ну, вот я вам показываю. Смотрите. Во-первых, да, бежевый, черный, белый, черный, бежевый, белый и вот эти вот перепевы вот этих вот цветов и цветовых гамм, которые вообще уже, по-моему, пару лет назад было всеобщее помешательство на Total Beige. Оно уже, по-моему, прошло и, по-моему, уже сейчас снова ворвались цветные яркие краски в моду. Ну, как я и предсказывала, кстати, что к концу и после пандемии всем захочется яркости, цветов, красной помады, перьев и каблуков. Ну, может, не так, ну, примерно так. А H&M все вот бежевое, бежевое, черно-бежевое, белое. И они как-то, по-моему, больше стали похожи на Uniqlo. Даже в Uniqlo как-то поярче цвета, чем в H&M. Ну, вот я нашла что-то такое с синеньким немножко. Тоже такое бежевое-коричневое пальто. Вернее, это даже не пальто, это пальто-рубашка. Тоже, кстати, это было очень модно, по-моему, в прошлом сезоне или в позапрошлом. Ну, до сих пор это как бы в общем-то модно. Нельзя сказать, что это прямо вышло из моды. Но это же такой прям не супертренд. Ну, хорошо, продают они и ладно. Кстати, мне оно понравилось. Я вот его примерила на себе. Оно очень комфортное. В нем так приятно находиться. Оно такое мягкое. Я даже подумала, может, стоит купить. А потом подумала, ай, да ну, как бы, они уже, по-моему, выходят из моды. Ну, вот они все продают. Вот то, что я примеряла. Потом вот это вот такое тоже, знаете, типа пальто-рубаха голубое. И такой, знаете, прям рубашка-рубашка. Вот оно даже без подкладки. То есть, в принципе, даже пальто это трудно назвать. В состав там что-то много переработанного полиэстера. Вот это больше похоже на пальто. Оно, кстати, и стоит намного дороже. Вот 180 долларов. Такое классическое пальто цвета Кемл, которое, в общем-то, тоже никогда не выходит из моды. Но немножко более оно такое не бежевое, а такое коричневое. В составе там тоже какой-то переработанная шерсть 67%. Все остальное, по-видимому, синтетика. Мне вообще нравятся очень эти переработанные. Переработанный полиэстер, переработанная шерсть. Тоже примерила его, кстати. Оно довольно неплохо выглядит. Сидит так неплохо. И, в общем-то, неплохое пальто. Но я считаю, за такие деньги можно найти, мне кажется, получше. 180 долларов можно купить и полушерстяное пальто не только в H&M, и в более достойных магазинах. Хотя, может быть, и нет. Сейчас цены так поднялись везде, что даже вот если думать про Massimo Dutti или Kost, там, конечно, это все будет стоить намного-намного дороже. Так что, может быть, все-таки H&M более бюджетный все-таки вариант. Показала вам так магазин сверху, там два этажа. Я поехала наверх-вниз, съезжала на эскалатор и сняла так панорамно. Все такое тоже, вот такое бежевое-бежевое-бежевое. Это отдел в H&M, который, ну, как бы для деловых женщин, для работы в офисе. И вообще я так прошла мимо, потом вернулась, потому что заметила это платье. Наверное, лет 10 они шьют платье вот этого фасона. Я помню, что мы когда приехали в Канаду, 12, по-моему, лет назад или 13, я тоже не помню, 13, наверное, вот они продавали вот эти платья. Мне они тогда очень понравились. Я даже, по-моему, парочку купила. Потом я начала работать в офисе. Ой, вот эти вот пиджаки с собранными рукавчиками тоже уже лет 13. Я их помню. И, наверное, они их продают, их еще до того начали продавать. Я помню, что я купила парочку таких платьев. Я как раз потом устроилась на работу в офисе. Я их носила, но уже давно я уже их, в общем-то, как бы изничтожила из своего гардероба. А H&M все еще продают и продают. Это просто меня поражает и удивляет. Обувь тоже такая, знаете, для женщин среднего возраста. Такое очень классическое. Ну, прям суперклассический каблук, суперклассический фасон. Ничего интересного, нового. Конечно, они не кожаные. Прям такой, знаете, классика. Классика для дам среднего возраста, которые не хотят выделяться, которые хотят одеваться классически. Скажем так, базовые вещи, но у которых не очень много денег на вещи дорогие и качественные, фирменные. Вот они идут в H&M покупать. Но никак не молодежь. Я не знаю, может быть, я что-то не понимаю в этой жизни. Я отстала от моды. Но у меня такое впечатление, что это все какие-то вещи для таких женщин среднего возраста. Вот удобненько, так комфортненько, не броско, не ярко. Чтобы вот не выделяться и вас не заметили в толпе. Наверное, сейчас это такая вот, такой стиль H&M выбрал для себя. Я в последнее время заметила, что снимаю H&M. Я их страшно критикую. Но вот правда, приходя в магазин, глаз не цепляется ни за что. Единственное, за что цепляется мой глаз, это какие-то вещи на распродаже, которые я, собственно, беру с собой в примерочную. И в этот раз тоже следующий влог у меня будет из примерочной. Я вам в конце поставлю небольшую затравку из примерочной. И вот вещи, которые я нахожу на распродаже, это вещи, которые, как правило, были куплены онлайн и их сдали. И вот какими-то единственными экземплярами они где-то на распродаже, где-то появляются, и как-то можно что-то там такое еще найти. У меня такое впечатление, что, может быть, в онлайне, в магазине H&M можно найти намного более интересные вещи, а вот в самом магазине вот прийти, чтобы посмотреть, померить, включая, кстати, бижутерию. Все такое какое-то никакущее, неинтересное, в общем, не на что глаз положить, поэтому вот такое вот впечатление создается. Это очень странно, на самом деле, почему они онлайн можно купить что-то интересное, а в магазине нет. Возможно, опять же, это последствия, потому что у нас до сих пор в магазинах очень много товаров отсутствует, которые раньше были. Я смотрю, например, в Айки, там еще в каких-то магазинах, и до сих пор такое впечатление, что у нас какой-то, знаете, такой немножко дефицит некоторых вещей, потому что до нас что-то не довозит, не доезжает, потому что до сих пор вот какие-то вот сломались, сломались поставки, логистика, в общем, что-то происходит, что в магазинах не на что посмотреть, а еще в онлайне как-то что-то еще можно купить. Бижутерия тоже такая, знаете, уже несколько сезонов одно и то же они делают, одно и то же делают. Может быть, они делают что-то новое, но просто действительно до нас не доезжают вещи из новых сезонов, а пока еще все продают, то, что залезают, залежалось, и то, что где-то, вернее, залежалось, а до нас сейчас довезли, и может быть, только сейчас как бы мы получаем эти вещи. Ну, не знаю, не знаю. Вот. А следующий влог все-таки будут примерки, девочки. Я вот вам поставила небольшую затравку, чтобы вам было интересно, и чтобы вы заинтересовались, что же будет в следующем видео. А на сегодня все. Увидимся в следующем видео. Влог из примерочной. Люблю, целую. С вами была ваша Дита из Канады. Пока-пока-бай.